всем привет друзья в этом обзоре познакомимся с моделью танка тигр 1 от компании dragon это ранний тигр в издании 3 в одном в масштабе 1.35 итак данная коробка нам предлагает три варианта сборки данной модели также в комплекте у нас имеется две фигуры траки замечу зеркальные траки те которые были установлены на раннем тигре немного фото травления деколь от картографа модель была разработана и выпущена компания dragon в 2005 году на одном из торцов коробки можно увидеть изображение собранных вариантов модели это как раз первый вариант танка на ранний период то есть период когда модель вышла номер 100 который собственно и предлагается собрать из этой коробки второй вариант кажется это 121 бортовой номер и вариант модели для подводного прохождения преград с установленным шноркелем и заглушкой на курсовом пулемете в дополнение к модели были приобретены некоторые аксессуары это фото отравление от эдуарда и траки от мастер-клаб траки напоминают также в зеркальном варианте в наборе у нас содержится 12 летников и деталь корпуса танка один из летников это прозрачные элементы инструкция представлена вот в таком формате практически а4 и чуть больше это довольно длинная разворотная инструкция но тем не менее она читабельная все напечатано замечательно в инструкции подробно описано как собрать тот или иной вариант представленные на боковике также в наборе присутствуют две фигурки дополнительные также отлитые из резины как и траки мягкие как их красить не совсем понятно и почистить от швов их тоже не получится таблица красок представлена компанией creos в данном случае ганза серия акрилы первая рамка из набора содержит несколько вариантов масок орудия шноркель пылезащитный чехол на курсовой пулемет лобовую броню крышечку для подводного прохождения преград на пулемет опять же курсовой качество отличное все толкатели спрятаны на внутреннюю сторону деталей которые не будет после сборки видно облой отсутствует качество замечательное далее две рамки содержащие катки давайте одну из них рассмотрим катки с бандажами несколько балансиров стволы дымовых шашек качество также замечательное так следующая рамка у нас содержит элементы внутренностей моторного отсека это топливные баки радиаторы вентиляторы всевозможные крышечки воздухозаборника и люки механика водителя и радиста на данной рамке содержится верхняя часть корпуса танка люк моторного отсека инструменты все выполнено очень хорошо приливы тонкие качество пластика не вызывающее нарекания в меру жесткий в меру мягкий обрабатывается данный пластик замечательно также все толкатели выбраны на внутреннюю сторону литник с прозрачными элементами здесь у нас перископы перископы командира стекло механика водителя так корпус танка выполнен довольно неплохо я даже сказал качественно имеется имитация сварных швов усиливающий элемент в стыке над гусеничной полки и борта танка также в наборе есть дополнительный пакетик видимо с дополнительными аксессуарами которых нет в обычном издании здесь находятся инструменты каски и в общем то все как можно видеть по инструкции некоторые элементы из данного литника не используются в постройке данной модели рамка на которой содержатся элементы лобовой брони домкрат еще один вариант командирской башенки лючок кронштейны гранатометов и элементы корпуса на этой рамке снова можно увидеть один из вариантов орудийной маски ствол орудия расчлененный на несколько элементов собирается ствол довольно таки хорошо и нет необходимости заменять его на точеный швы очень очень тонкие обрабатываются очень легко очередной вариант командирского лючка на данной рамке у нас размещены детали подвески танка в данном случае это ведущие шестерни и ленивцы также буксировочные серьги или ковши элементы кронштейна пулемета защитные накладки на выхлопные трубы выхлопные трубы на следующей рамке у нас детали башни данная башня в двух вариантах с лючком и без лючка нас интересуют детали для данной модели без лючка очередное очередная маска орудия пластиковые перископы внутренней части внутри кабины которые установлены с механизмом управления и всевозможные ручки а также крыша башни на данном литнике находятся детали корпуса танка также здесь размещен кондуктор для правильного загиба гусеничные ленты или тросов если кто-то знает подробнее напишите в комментариях также в наборе вложен пакетик с отдельными звеньями от гусеничных траков которые можно будет приклеить на лобовую часть корпуса танка в наборе вот такие виниловые резиновые гусеничные ленты качество литья хорошие но они слишком мягкие не совсем понятно как на них будет держаться краска поэтому собственно и были приобретены наборные траки от мастер клава а на этом у нас сегодня все всем спасибо за просмотр пишите комментарии ставьте лайки также проходить по ссылкам в описании и пока пока и